Начало истории и надежды на будущее. С 2016 года в Пинском районе были организованы футбольные команды, состоящие исключительно из девушек. За это время они успели достичь неплохих результатов, а сейчас в их коллективе наступают серьезные перемены. Девчонки готовы выступать в высшей лиге. Есть ли для этого сила, а также о других возможностях развития женского футбола в Пинске, расскажет Владимир Городнюк. Известно, что спорту номер один именно таким считается футбол. Все возрасты покорны. Но это не должна быть только прерогатива мужчин. Решил в свое время Александр Хорошко и стал одним из основателей женской футбольной команды в составе детско-юношеской спортивной школы Пинского района. За шесть лет ее существования в ней поиграли девчонки из самых разных уголков Пинщины, в том числе из школ Парахонска, Стытычева, Логишина, Бобрика, Молотковича и Кончиц и из Пинска. Как раз в городе на базе спорткомплекса Полесского госуниверситета проходила основная подготовка команды. Вели ее среди прочих тренеры Дмитрий Чугаевич и Сергей Чепки. Как полагается, девчонкам давали хорошую физическую нагрузку, чтобы выработать и выносливость в играх, и умение владеть мячом. Уже тогда было видно, что собралась очень дружная команда футболисток, которые вместе переживали за неудачи на поле, но и немало радовались забитым голам и победам. Очень скоро после вовлечения девчонок в игровой спорт, результаты не заставили себя ждать. Поначалу они добивались успехов среди сверстниц в районной школьной спартакиаде, затем взяли планку повыше. Заявились на областные соревнования, также среди школьников, где тоже отличились. С 2018 по 2023 год девчонки команды из Дэвиса Шапинского района постоянно входили в призовые тройки. Побеждали и в областной спартакиаде школьников. Вдобавок, что тоже можно отнести к достижениям, лучшие футболистки команд переходили играть в клубы высокого уровня. 2023 год для девчонок-футболисток стал переломным, и их спортивный коллектив было решено дополнить с представительницами вуза, под кровом которого команды района не один год вели свою подготовку. Так состоялось объединение любительниц игры в мяч. Перед этим сезоном созвонились с федерацией футбола. Они были заинтересованы в нашей команде. И вместе уже с Хорошко решили, что у него есть девочки, у нас есть студентки, девчонки, которые желают играть в футбол. И вот так родилась команда объединенная ДЮС США по ЛЕСГУ. И такое слияние, говорит Олег Червяковский, только на руку команде ДЮС США Пинского района. Наш университет предоставляет базу спортивную, она у нас шикарная, поэтому есть где заниматься, поэтому место есть, время есть, но главное желание девчонок. А желание у них есть, глаза горят. Особенно загорелись у них глаза, когда забрежила перспектива. В нынешнем сезоне выступать в чемпионате страны по женскому футболу в высшей лиге. В турнире уже заявлены и начали подготовку. В Пинске провели товарищеский матч с командой из Бреста. К нему девчонки готовились со своими наставниками Сергеем Чепким и Дмитрием Чугаевичем. А недавно к этой паре со своими подопечными примкнул молодой тренер Николай Коляда. Теперь с объединенной командой вместе ведут работу, в которой хватает своей специфики. Самая главная специфика, что это девочки. В этом вся специфика. Я не сложнее, чем с парнями. С парнями я бы сказал даже, что легче немножко, потому что, ну, все-таки они более приспособлены к этой игре. У девочек сложности с техникой. Несмотря ни на что, отмечает Сергей Чепкий, слабяные девчонки ни на тренировках, ни в игре не дают. Тяжело, девочки работают, никто не стонет, что тяжело. Терпят, молодцы. Будем работать дальше. На позиции левого центрального защитника у нас Дарья. Хочется обратиться к ней тоже, пора спрашивать за игру, за команду Даши. Насколько вы уже успели сыграться со всеми позиционными, вот в данном случае, футболистками? Вот. И насколько удобно выступать в матчах? Приходится? Ну, максимально все удобно. То есть мы знакомы, мне кажется, уже лет пять так точно. И то есть у нас коллектив очень дружный и в игре удобно. То есть понимаем друг друга даже с полуслова уже. Что ты скажешь о своих тренерах-то? Тренера у нас лучшие. Всех приглашаю к новой команду нашу. Вот. Тоже они как бы понимают то, что мы молодое поколение и получается они, ну, современные, это ДТП. В общем, классные. По началу руководство девичьей команды особого успеха в ее первом выступлении в высшей женской лиге не ждут. Но и сдаваться без боя не станут. Выложится по максимуму каждая, в том числе Евгения Козенко, которая еще недавно играла за команду из Иваново и вот выступает за новый футбольный коллектив «Сверстниц». Чтобы прийти в женский футбол, нужно быть не только морально готовой, но и физически подкованной. А также быть целеустремленной и просто гореть этим видом спорта. Евгения у нас как раз в женском футболе. Женечка, расскажи, как ты пришла в команду? Меня пригласили попробовать поиграть за Пинский Дюсша. Я думала, пришла. Мне понравилась их работа, успех. Мне очень нравится команда, она очень дружная. Насколько сложно приходится быть в команде? Сложно. Тренировки, они очень нагруженные. Позитивная атмосфера, ты не устаешь, а наоборот, тренировки проходят очень весело, круто, позитивно. Уходишь с тренировки не в плохом настроении, а в самом веселом, хорошем. Остаются эмоции, и это круто. Это круто. Жень, скажи, как ты считаешь, каждая ли девушка может выдержать такое испытание футболом вообще, играть с мячом-то? Я думаю, что каждая, потому что у каждой девушки есть сила воли, сила стремления. Если есть цель, то почему не идти к ней? Спарринг с брестскими спортсменками наши девчонки проиграли со счетом 1-4. Команда ДС США по ЛСГУ только сыгрывается, но желает расти и добиваться побед. А для этого еще нужно немало. Как минимум, финансовая поддержка обновленному коллективу, который, если все сложится, может стать спортивным брендом Пинского района.